Каждый город, да, все жители этого города, должны принимать, должно проходить голосование электронное, и каждый житель должен участвовать в этом голосовании, ну, по желанию, и голосовать за тот или иной проект. И тогда это будет справедливо. Допустим, если в городе Киеве Горбунову, не Горбунову, а каким-то продюсерским компаниям на производство такого-то сериала хотят выделить 33 миллиона гривен, для начала нужно сделать электронное голосование, чтобы граждане Украины, непосредственно киевляне с киевской пропиской, ну, или в целом жители Киева, да, кто живет тут, чтобы граждане столицы, в данном случае я говорю про столицу, проголосовали, да, и тогда мэр, и наша мэрия, и власть в целом будет знать, это нужно киевлянам или это не нужно. Если это всеукраинский вопрос, то проводить всеукраинское электронное голосование. У нас страна передавая, мы в электронном виде делаем очень много всяких чудес, не только Дия, да, не только Прозора, много чего. Так вот, у нас прекрасный министр Федоров, потрясающий просто человек, просто потрясающий человек, специалисты, и побольше бы нам таких. И вот, нам необходимо это вывести вот на такой вот электронный уровень, и граждане Украины, жители своих городов, должны максимально участвовать в принятии таких решений. Такие решения колоссальные и важные, особенно в период войны и военного положения, нельзя оставлять на откуп нашим чиновникам. Поэтому это непосредственно предложение нашему президенту Владимиру Зеленскому и мэру Киеву. Владимир Вали, как он там называется, Кличко.